Я про класс опасности беру слова обратно. Да, потому что, ну, мало ли, может быть, там просто, я не знаю, да, про класс. Мало того, коллеги, помните, когда я вам говорил, что нам класс не опасности, а класс гидрофтического сооружения, если это гидрофтическое сооружение должно быть прописано не просто в отчете, оно там будет прописано в ТЗ заказчикам. Если не прописано, то мы просто спрашиваем, скажи. Вот, потому что оттуда появляется уже не просто понимание, какие характеристики мы даем, но и их обеспеченность разная. Вот, теперь про судьбу. Рустам спрашивает замечания. Были переданы исполнители. Эти замечания мои, вот, были переданы исполнители. На экспертизу были переданы не только материалы инженерно-гидрофтического сооружения, а также всех других изысканий, что было даже не самое главное, но и были переданы материалы проектирования по этому сооружению. Мало того, я часто, как эксперт по инженерно-гидрофтическаниям, часто прошу, после того, как мне прислали отчет по инженерно-гидрофтическаниям на экспертизу, я говорю, особенно, когда там непонятный отчет. Я говорю, а пришлите еще, пожалуйста, может быть, такой пример тоже покажу, такой яркий пример, недавно был. Пришлите, пожалуйста, мне проектный, вот этот первый основной проектный томик, чтобы я понимал, что там. Потому что, если в отчете мне не сказали инженеры-гидрофтическаниям в своем отчете по гидрофтическаниям, то тогда я сам в этом пытаюсь разобраться, чтобы там понять, что нужно, что не нужно, что опасно, что не опасно. Вот. И вот этот весь большой комплекс всей проектно-изыскательской документации сдается на экспертизу. И там прописываются исполнители по разным разделам. Вот. Потому что там проект состоит там из большого количества томиков на разные направленности. И изыскания тоже разные. И мы обычно в самом конце, изыскания в конце, а гидрофтическания вообще в самом конце концов. Вот. И к чему я? Что видно там все, вот по этому объекту видно все было сделано неправильно. Или очень плохо. Или никудышно. Почему? Потому что я написал отрицательное вообще заключение, полностью отрицательное. И другие тоже были отрицательные. И кончилось тем, что те, кто сдал все эти материалы по этому объекту на экспертизу, все проектно-изыскательской документации, они просто слиняли. Они не стали ничего исправлять. Они пошли искать другую экспертизу. И что там было дальше, я не знаю. Но исправленного отчета не получило. Я вам обещал, и наверное покажу, может быть как раз завтра, вот этот пример, что сначала прислали отчет средненький. То есть по этому угодному объекту. То есть там все хорошо, но много мелких недосчетов. И потом через полгода прислали уже исправленный отчет, где вообще просто все сделано по-другому. Не исправление этого отчета, а вообще новый отчет. Видно просто по структуре. И даже по составу исполнителей. Вот. Ну мы наверное вот это завтра и делаем. Деньги из экспертизы заплатили вопрос, спрашивает Павел. У нас деньги делятся на два этапа. Две суммы по 50%. Первая сумма это предварительное рассмотрение. До и после. Не до и после, а первый этап оплата после выдачи замечаний. Вторая оплата после выдачи положительного заключения. И вот это неоднократно было такое, когда пропадали. То есть даешь отрицательное заключение, даешь перечень замечаний, все, а они пропадают. Тогда оплачивают только первую часть. Вот. Если они возвращаются и пишут им что-то там, то тогда оплачивают и вторую часть. Вот. По этому объекту была только первая часть. Коллеги, и тогда, значит, мы что? Мы уже с вами посмотрели вчера пример положительного заключения, просто для того, чтобы понять, из чего он у нас состоит. Сегодня мы не смогли, я вам не смог показать пример отрицательного заключения, потому что его просто невозможно было написать, поэтому я писал только замечания. А завтра покажу вам промежуточный случай, когда отчет есть, отчет по сути, люди старались, но много конкретных замечаний. Вот по этим конкретным замечаниям завтра и покажу. Коллеги, сегодня предлагаю закончить. Спасибо большое. Продолжение следует...